В Дворце культуры металлургов имени Сергуар Дженикидзе прошел первый в области чемпионат по мнемотехнике «Железная память». Его инициатором стала первичная профсоюзная организация группы ПАО ММК. 19 представителей различных цехов комбината выясняли, кто обладает самой цепкой памятью. Им было предложено запомнить как можно больше информации за короткий период времени. Соревнования по запоминанию для России новинка. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили. Хотя в мире подобные чемпионаты проводятся уже более 30 лет. Зародились они в городе Кембридже, где находятся самые престижные учебные учреждения Англии. И очень быстро стали набирать популярность по всей планете. Почему мы заинтересовались этими соревнованиями? Я скажу, что ПАО ММК это высокоинтеллектуальное предприятие. И члены профсоюза не могут оставаться в стороне от этого. Это соревнование развивает память, интеллект. И поэтому, я думаю, окажет благотворное влияние не только на самого человека. И даст пользу и профсоюзной организации, и самому предприятию. В своих прогнозах правком ММК не ошибся. Необычные соревнования действительно вызвали большой интерес. Знаете, по роду профессии постоянно приходится тренировать память. Это постоянный наш навык. Производство делал серьезное. Когда предложили поучаствовать, мне показалось это очень интересно. Как известно, существует огромное количество методик для быстрого запоминания нужной информации. Однако знакомить с ними участников не стали, решив на первом испытании проверить уже имеющиеся навыки. Для этих целей были подготовлены задания, нацеленные на разные виды памяти. У нас есть видеоряд, у нас есть аудиоинформация, у нас есть перемешанная. Связано это с тем, что у каждого из нас свой способ запоминания информации. Кто-то хорошо запоминает на слух, кто-то в принципе не воспринимает информацию на слух. Кто-то кому-то надо написать, кому-то надо увидеть, а кому-то надо и увидеть, и услышать. И для того, чтобы все у нас участники были в равных условиях, все пять заданий, они абсолютно разные. В качестве заданий было предложено прослушать, запомнить, а затем за семь минут записать на бумаге набор из 30 слов, связанных с профессией металлурга и правкомом. Также просмотреть, запомнить, а затем в той же последовательности записать за 12 минут фамилии и имена 20 известных личностей в истории комбината и правкома, а затем исторические даты, связанные с деятельностью ММК. Сделать это оказалось непросто. Попытка сторонних наблюдателей выполнить эти задания для самопроверки успехом не увенчалась. Мы действительно, скажем так, задрали достаточно высоко планку, чтобы посмотреть, на что они способны. Но я уже сейчас вижу по результатам, которые у нас оценивают жюри, что среди участников есть достойные соперники, которые запоминают очень хорошо. Вот из 30 сколько обычно запоминают? Ну вот по первому этапу, который был просто слова, связанные с металлургией, 22 слова было написано. 19 участников соревнований действительно проявили характер. Борьба шла за каждое задание. Было очень тяжело. Старалась все запомнить, смотреть на экран, воспользоваться теми техниками, которые существуют. Зрительная, письменная память, слуховая память. Скажу честно, распечатывала историю про комбинат, готовилась к конкурсу. Не знаю, насколько я выступлю. Мама с папой все время проработали на комбинате. Очень много фамилий слышалось с детства. Надеюсь, моя память меня не подвела. Специально к конкурсу не готовился. Принципиально не стал заглядывать в энциклопедию, чтобы было именно не на знание, то, что где-то раньше нахвастался, а именно с экрана, именно аудиально, визуально. Каких-то новых методик-то нет. Что-то нахватался в детстве, в школе, пытался некоторые моменты заикарить, то есть передвигал пальцами по циферкам фамилию, ассоциативные какие-то ряды. Понятно, было легче, когда шли знакомые фамилии, не просто знакомые, а когда они как-то пересекались с тобой в жизни. По итогам самый лучший результат удалось показать именно Артуру Шагиеву. По набранным баллам он смог настолько сильно оторваться от участников, что членами жюри единогласно было принято решение присвоить ему гран-при. Словом, первый чемпионат по запоминанию выявил очень хороший уровень интеллектуальной подготовки магнитогорских металлургов, дав старт для выхода на соревнования более высокого ранга. Татьяна Артеменко, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.